ваш компания преодолела последний год и с какой повесткой вы пришли на данное мероприятие год был сложный но интересный в начале года весне мы придавали преодолевали те проблемы которые были связаны с резким увеличением заказов от ритейла понятно что не за нельзя назвать этой паникой да но люди делали запасы и объем закупки значительно увеличился рос кратно кратно мы конечно приложили но очень серьезные усилия для того чтобы выполнить все заявки сетей мы выполнили все их полном объеме без увеличения цены для того чтобы полки не были пустые нерам вы можете заметить что по мастер-жировой группе в целом у нас полки не пустили и все сделали большие запасы но полки по-прежнему оказались полный поэтому в мае и в июне мы увидели падение продаж соответственно потому что люди поняли что бояться нечего по этой группе товаров по крайней мере и начали уже подъедать запасы но к середине года ближе к августу мы вышли уже на стабильную работу на те же объемы поставки объем потребления соответственно поставки в розницу что и были в прошлом году поэтому с точки зрения работы с традиционной розницы на слава богу все нормально вторым важным фактором конечно для нас был мировой рынок который внезапно вырос в два раза практически в полтора два раза в дельные моменты и конечно это не было связано с фундаментальными какими-то процессами происходящими поскольку объем потребления домохозяйствами в мире и в россии не увеличился объем производства в мире но по некоторым позициям масличных упал но тоже незначительно не должно было привести к такой ситуации но глобальная неопределенность на мировых рынках риски с поставками продовольствия обеспечением продовольственной безопасности необходимости создания запасов вызвало значительную неопределенность где неопределенность там соответственно спекулянты денег было закачано в экономику много соединенные штаты почти 7 триллионов закачали в разном виде все не все деньги частично из них пришли на рынке комодити и сов комодити которые являются растительными маслами мы увидели ралли эту игру спекулятивную на бирже которую мы не ожидали конечно и все оказались не готовы не оказались не готовы к такому резкому повышению цены и конечно это точно к этому оказался не готов наш потребитель и не готовы как не готов оказался регулятор и мы прожили осень постепенно повышая цену когда они пришли уже к той ситуации когда цена начала задать вопросы у наших потребителей почему цены так растут хотя в общем масло стране произвели столько же совершенно справедливый вопрос на наш взгляд тоже эта флуктуация мировой конъюнктуры не должна отражаться на наших потребителях потому что год был тяжелый с точки зрения доходов граждан они не увеличились ну и в общем зарплата у них два раза не выросла чтобы они стали два раза платить больше за бутылку масла конечно нужно было еще в августе предвидеть это повышение цены но никто не ожидал вводить какие-то меры когда вот и ситуации разобрались и поняли что это такой долгосрочный достаточно тренд завтра все не закончится менять правила игры было уже сложно уже был сезон многие закупки были сделаны сформировалась цена на сырье на рынке и так далее поэтому те решения которые были приняты о том что доработать сезон в тех условиях которые мы сейчас существуем основой сезона уже выработать правила на длительную перспективу которые позволили бы не допустить таких резких скачков цены внутри страны при этом бы обеспечивали доходность и работу эффективной всей цепочки мы сейчас такие правила как раз разрабатываются мы со своей стороны как участники рынка как одна из крупнейших компаний которая работает с ритейлом мы уверены что запасы сырья и объема производства масла будет достаточной для того чтобы обеспечить внутренний рынок по согласованным ценам и мы при этом не потеряем те позиции которые у нас наш нашей компании нашей страны были на мировых рынках вы все-таки помимо масле помимо растительную полки и растительного масла да сейчас активно развиваете новые направления все-таки очень инновационная компания но обозначить пожалуйста ваши некие такие явные горизонты которые вы хотите покорять вот для того чтобы скажем так новую повестку задать том числе для ритейлеров для развития их новых полок но новые рынки новые высокотехнологичные рынки это то на что нужно сейчас обратить внимание эта повестка дня задана глобальными трендами которые мы видим в мире на сегодняшний день конечно это все что касается экологических проблем и существующими традиционными методами ведения сельского хозяйства мы 50-му году уже не обеспечим население просто продовольствием без каких-то коллапсов да ну просто маленькая статистика что по прогнозам 50-му году если мы ничего не будем менять то половина всей питьевой воды будет потребляться животными сельскохозяйствами при этом половина населения будет страдать мира от недостатка питьевой воды то есть как бы это уже относится на больше категории коллапсов мировых поэтому конечно нам нужно смотреть на новые продукты из того что на сегодняшний день достаточно понятно и какие технологии уже на сегодня освоены это производство растительных продуктов все что касается зеленой полки на сегодняшний день наша компания другие компании тоже стране освоили технологии производства растительного мяса продуктов из растительного мяса, который по своим свойствам не уступает традиционному. И, как мы говорили уже, что это не замена, не альтернатива традиционным мясным продуктам. Нет, так же, как не альтернатива замена молочным продуктам. Эти продукты должны органично войти в наш рацион. Они не должны менять культуру потребления и те вкусовые предпочтения, которые есть у людей. То есть не противопоставление, а дополнение? Дополнение – это не ломка тех традиционных способов потребления и вкусовых предпочтений. Нет, это просто в традиционный ассортимент должны войти новые продукты. И реально только таким способом мы сможем решить проблему глобальной продовольственной безопасности без коллапсов. На сегодняшний день и у Российской Федерации в этой части, и у нашей компании большие перспективы строим на большие экспортные перспективы. Потому что мы во всем мире находимся примерно в одной точке старта – мы не опаздываем. Мы не опаздываем, и учитывая глобальные тренды на здоровый образ жизни, на экологичность, на отсутствие добавок антибиотиков и так далее. И риски, которые несет с собой традиционные способы, мы понимаем, что рынок этот будет развиваться. Будет развиваться галлопирующими способами. Сейчас даже сложно представить, сколько процентов. По разным прогнозам, что уже через пять лет рынок растительного мяса будет 10-15% от глобального рынка мяса в целом. Поэтому в этой части нужно успевать, нужно бежать быстрее, чем бегут все остальные. И это соответствует и глобальным тем конкурентным особенностям, которые есть в Российской Федерации, и той глобальной стратегии устойчивого развития, которая декларирована на уровне ООН. И, главное, той возможностью наших компаний эту историю реализовать успешно.